Как будет жить и развиваться город поможет решить народная программа. В настоящее время идёт активный сбор информации от горожан. Свои предложения по улучшению качества жизни губкинцы оставляют на сайте администрации. По телефону 53933 и на организованных встречах с главой города. Очередная состоялась с коллективом предприятия «Роснефть-Пурнефтегаз». В начале диалога Сергей Бурдыгин рассказал о том, какие работы по благоустройству города и ремонту социальных объектов и дорог были выполнены в этом году. Это тротуар в 13-м микрорайоне, это озеленение, ямочный ремонт, установка остановочных комплексов, ещё кое-какие работы, но это в разы меньше, чем будет сделано в следующем году. Важно понимать, что надо делать, а средства на это будут. Часть средств пойдёт на благоустройство. Эта тема была затронута на многих встречах, в том числе и с нефтяниками. В 5-м микрорайоне есть дом 30. У нас была тропическая ситуация в Кабарея, постоянно с ней вода. В 1-м зашёл и делается. Для устранения этой проблемы необходимо строительство водоотводных лотков и качественная работа управляющих компаний. Вопросы по работе коммунальщиков – одни из самых частых, которые задают главе города на встречах по составлению народной программы. Один из них касался обслуживания дома в 15-м микрорайоне. Вопроса такая, проконтролировать, чтобы в этот раз наша управляющая компания всё-таки нас не кинула опять за ремонт, с наведением, так сказать, и красоты, и утепления дома. А мы будем пытаться их перебать, чем-то закончится, не знаю. Если вам повезло и вы попали в программу капитального ремонта, то нужно добиваться, за горло брать управляющую компанию, чтобы этот ремонт был всё-таки сделан. Губкинский город молодой. Ежегодно здесь на свет появляется более 300 детей. В связи с этим нефтяников интересует и строительство новых социальных объектов. Планируется ли у нас строительство здания новых объектов? Уже есть предпроектные решения не только по детскому отделению, а вообще по больничному комплексу и по другим корпусам. Есть земельный участок, отведённый под это строительство. Понятное дело, что муниципальному бюджету такая стройка не под силу. И даже окружной бюджет не начинает сейчас новое строительство, а заканчивают вот те объекты. Но я так думаю, если детское отделение попадёт вот сюда вот в народную программу, которую будет утверждать губернатор, и мы, если там не... Ну, понятно, что 18-19 год, даже если сейчас начать строить, это нереально построить. Ну, хотя бы там через 3-4 года, чтобы у нас появилось новое отделение. Также на встрече были затронуты вопросы патриотического воспитания детей и подростков, обустройства детских площадок и парковочных мест. Традиционно наши сотрудники, они больше уже переживают даже не за личные какие-то проблемы, а за проблему благоустройства города. На этой встрече для меня было ново узнать об этой новой программе. Хотелось бы воспользоваться этим возможностью, и чтобы принять участие, и чтобы облагоустроить наш город. Все предложения, поступившие от горожан в народную программу, будут рассмотрены. Встречи главы города с трудовыми коллективами продолжатся. Наталья Рябинина, Олег Семагин. Новости Губкинского.